Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала! Мы с вами едем в адский Адлер снимать для вас бюджетное жилье, но при этом, чтобы жилье безопасное. Ну и пока у меня есть время, давайте я вам расскажу интересные вещи. Ну, для некоторых будет интересно, для некоторых неинтересно, сразу говорю. Итак, про что будет у нас видеоролик? Про то, что вы всегда пишете в комментариях по поводу этих мифов, что в Сочи нет работы, в Сочи работа вся на аренде, в Сочи то, в Сочи это. Давайте попробуем поговорить на эту тему. Ну и, конечно же, самое главное, с чем у меня сталкиваются клиенты, которые хотят переехать, так, мол, так, вот там у вас работы нет, а в других городах работа есть и так далее. Давайте попробуем разобрать. Итак, первое, с чего мы с вами начнем. К примеру, я работал в Орске и начал работать в Орске с, сейчас скажу, с 11-летнего возраста. В 11 лет я покупал жвачку оптом на рынке в субботу или воскресенье и в розницу продавал, эти были жвачки Турбо, Левис и так далее, и продавал их в школе. Соответственно, можно сейчас назвать это бизнесменом, но мама моя называла меня спекулянтом, потому что так, ну, нехорошо было делать. Ну, я не знаю. Но я так делал и до поры до времени, полтора месяца просуществовал мой бизнес, потом мне учителя дали по башке и моим родителям. И в итоге этот бизнес у меня загнулся. Следующий момент, и тогда я этим начал заниматься, у меня не было образования. У меня было образование, 4 класса, чтобы вы понимали. Следующий момент, да, 5 классов, 5 классов, да, в пятом классе было. Следующий момент был, это когда я все-таки хотел свои карманные деньги, притом хороший карманные деньги, и попросил отца, и папа мне сказал, говорит, ну, хочешь деньги, вон, давайте я научу делать стульчики складные, бери, делай, продавай, зарабатывай, без проблем. Я тебе научу, все, просто так деньги не дам, ну, научу тебя. Ну, соответственно, я так подумал, да, почему нет? А почему нет? Ну, и, соответственно, конечно же, я начал делать эти стульчики. Первые стульчики получались, как у всех, потом были нормальные, все-таки у меня руки с одного места растут, а не с другого места, как вы подумали. И вот я это сделал, эти стульчики, штук 10, пришел в субботу продавать, и никто у меня не купил. В итоге я подарил это все своим друзьям, и по большому счету понял, что делать стулья гораздо проще, чем их продавать, чем их реализовывать. Это я понял, когда мне было буквально там, буквально 12 лет. Я понял, что продать стулья гораздо сложнее, чем данные стулья сделать, изготовить. Хотя я работал своими руками и так далее, старался, там шкурочкой зачищал, что там было все хорошо и так далее. Ну, в общем, работал, работал, еще раз работал. Следующий момент, когда мне было 15 лет, это я закончил 9 класс, поступил в 10, потому что 9 нужно было поступить. Соответственно, у меня вторая возникла, так скажем, проблема, вторая возникла проблема, ребят. Это нужно было, ну, опять же, деньги зарабатывать. И когда все мои одноклассники летом спокойно пошли отдыхать, гулять, купаться, рыбачить, я с отцом пошел к соседу на стройку, и тоже у меня не было должного образования. Я был учеником и, там, не знаю, там, рыл траншею для канализации, рыл траншею для водопровода, да, забивал эту трубу вручную. Не как раньше там было, не как сейчас, да, есть бурительная машина. Раньше, что такое вода, да? Это такая труба, сверху какая-то фигня, ты берешь кувалду с кастетом и давай долбить. Кстати, поставьте лайк, кто вот именно таким способом пытался добраться до воды. Вот если кто-то из вас хоть раз в жизни пытался сделать какую-то колонку свою, там, прорубить, там, какие-то, знаете, задрыпанные 13 метров, притом кувалдой. Не просто такой-то бурмашиной, а именно кувалдой. Ну, поставьте лайк, чтобы я понимал, что... Или поставьте плюсик, что я не один такой интересный. Ладно. Соответственно, я все лето вкалывал, и тем самым я смог заработать себе на мотоцикл Минск. Да-да, именно мотоцикл Минск. И самое интересное, когда я мотоцикл купил, то уже не было времени нам к этому кататься, потому что я пошел в школу, в 10 класс. Именно тогда я заработал на свой мотоцикл. На свой мотоцикл. Мне было 15 лет, ребят. Следующий этап. Я понял, что стройка только летом в Орске почему-то нельзя, как в Сочи и зимой строить. И мне нужны были деньги. И я на рынке стал помогать своему... Уже потом стал другу Сергею продавать картриджи. Продавал даже... Это мне... Даже это было восьмой класс, если не ошибаюсь. Потом я начал продать рубашки, рубашки. Потом сам я эти рубашки брал. Сам тоже ездил там на рынок УЗТП. Продавал. В общем, имел уже свои деньги. Каждую субботу, воскресенье. Даже иногда в субботу прогуливал в школу. Для того, чтобы можно было заработать себе денежки. Ну, в общем, в субботу я прогуливал в школу. Потому что я по субботам и воскресеньям работал до 2 часов дня. В общем, куда деваться. И тогда я как бы прекрасно понимал, как нужно сделать упаковку. Как правильно нужно презентовать. Потому что я со стороны видел, что Серега нифига не умеет продавать. Нифига он не умеет ничего делать. Притом мне было вроде там 15 лет. И я его еще учил уму-разуму, так скажем. У меня все получалось. И поэтому я получал определенный свой процент. При этом еще в то время я начал работать диджеем. У меня тоже не было диджеевского мастерства. Сначала я работал диджеем, чтобы можно было пройти на дискотеку бесплатно. Это был 9 класс. И потом уже мне стали как диджеев платить деньги. Потому что понимали, что я умею хорошего сводить даже на кассетах. Опять же, я всегда любил электронику. Я всегда мог там подсоединить. Если что-то сломалось, я мог тут же сразу отремонтировать. В общем, нормально было. Я, соответственно, занимался этим. Поэтому у меня не было должного образования. Но я понимал, что в этом сегменте можно заработать деньги. И я с большим удовольствием работал и зарабатывал. В один прекрасный момент я поступил в педагогический колледж. Почему я поступил в пед-колледж, а не в институт? Потому что были у меня там определенные соревнования. Я был диджеем. В это время я еще ходил на спорт 6 раз в неделю. При этом я постоянно еще выступал за честь школы, за честь спортивного клуба. И просто тупо не оставалось у меня времени, ребят, на то, чтобы тупо... Блин, что такое у нас начинает пристраиваться? И просто не было тупо времени на то, чтобы заниматься по полной учебой. Но я считал, как и многие вы считаете, что учеба не нужна. Потому что я прекрасно понимал, что я еще в те времена мог заработать больше, например, чем какой-нибудь из учителей. Я понимал, что я могу заработать больше на всевозможных дискотеках и тому подобное, чем некоторые взрослые. Я считал, что на учебу можно забить. Но как-то папа меня убедил, что надо поступать. Но в то время, когда все поступали в институт, я в то время профукал, потому что я ездил на соревнования. И обещали за меня договориться, как это всегда обещают тренера. Не договорились. И поэтому я был вынужден пойти поступать в Ордский педагогический колледж. Притом я не могу сказать, что я был в школе совсем тупой и так далее. Нет, я был как бы, но у меня были предметы, которые мне нравились. И были предметы, которые мне не нравились. И были предметы, которые приходилось, чтобы эти предметы мне нравились. Как физика и математика. Потому что были участия очень сильные. Поэтому даже любой троечник мог фору дать любому отличнику с любой другой школы. Я сдал экзамены в педагогический колледж на пятерке. Но так как у меня средний балл в школе был 3,3, ребят, 3,3, то, соответственно, у меня возникли определенные проблемы при поступлении. И даже с учетом, что я набрал 15 баллов из 15 возможных, я поступил в педагогический колледж. И при этом первый год мне стипендию не оплачивали. Потому что у меня была одна тройка. Это средний балл по аттестату. И мне было так обидно. Я понял, что, блин, конечно, работа работай, но нужно все-таки учиться. И тут я в один прекрасный момент начал учиться. И учиться стало неплохо. Точнее, стал учиться на отлично. Да, у меня было не самое лучшее поведение. Да, было еще что-то. Но я очень хорошо учился, потому что понимал, что больше я не хотел оставаться без стипендии. Я понимал, что если я буду хорошо учиться, я буду получать стипендию. Притом хорошую стипендию. Потому что, чтобы вы понимали, стипендия у меня составляла в тот момент как за старосту, как за спортсмена. Там, в общем, нормальная стипендия была. Ну, офигенная стипендия была. На эту стипендию можно было спокойно существовать. Плюс мне еще давали губернаторскую стипендию за то, что я учился, за то, что я там выступал с всякими там дипломными работами. В общем, нормально. Нормально, нормально, нормально. В общем, колледж у меня был больше даже не как инструмент для получения знания, но был инструмент для заработка. В то же время, как бы, я никогда не филонил. Я ходил также на тренировки, выступал за честь колледжа, выступал за честь клубов, в которые я ходил. Точнее, клубов, потому что ходил в несколько клубов. И когда я получил права, у меня был Москвич 47-й. Да, я продал мотоцикл, добавил, там папа еще что-то добавил. Был Москвич 47-й, такой горбатый, как Волга такая горбатая. С 61-го года выпуска был. И на этом автомобиле я тоже пробовал таксовать, потому что, как назло, очень большой был расход у данного автомобиля. Ну, нереально большой расход был. Тем более, город Орск, он такой довольно-таки протяженный, как в Сочи. И на этом фоне я, как бы, начал таксовать. Кто-то скажет, да кто сядет в такую машину? Да, ребят, никто не сядет. Все такие ферзи и боги были. Но я таксовал ночью, а ночью других вариантов нет. Когда тебе нужно со старого города уехать в новый город или с нового города в старый город уехать, то уже готовы уехать хоть на велосипеде. Понимаете? Хоть на велосипеде, но готовы преодолеть данное расстояние. И я с большим удовольствием выезжал, таксовал. И ничего там зазорного не было. И, в общем, на бензин себе денежки дополнительно зарабатывал. Плюс, опять же, как только я получил права, в первые же лета я устроился на автомобиль «Газель». Я работал водителем. И при этом я был экспедитором два в одном. И еще там игрушечком был. Все это делал я один. И тоже зарабатывал дополнительную денюжку. Что тоже, конечно же, большой плюс. Следующий момент – это, конечно же, когда я закончил Орский педагогический колледж, при этом, говорю, я где-то там рубашки продавал, где-то там еще что-то, чем-то я всегда занимался. Я пошел работать по специальности. Закончил я с красным дипломом, само собой разумеется, потому что я понял, что идите вы все в одно место со своими непонятными. Я понимал, что да, как бы у меня знания были, раз я три предмета сдал на пятерки. Но аттестат был с тройками. И я понимал, что второй раз я такую ошибку не допущу. Я думаю, у меня будет аттестат по максимуму. У меня в аттестате в педагогическом колледже 4,85 средний балл. 4,85. Это, блин, офигенно. Там есть там пару четверок, но в целом остальные все пятерки. И после, соответственно, педколледжа я устроился на работу по распределению. Мне дали направление, потому что я был очень сильным учеником, соответственно. И мне дали направление в школу и дали направление в Центр развития детей, творчества и юношества. И меня с большим удовольствием взяли, потому что я был хорошим специалистом, именно хорошим воспитанником. И поэтому проблем устроиться по специальности у меня не возникло. Так как я хотел всегда денег, да, и не только респект и уважение, то я устроился в школу. В школе мне дали 39 часов. Это дофига для молодого специалиста. Обычно все учителя пытались работать на 18 часов, ну максимум 27 часов. Мне дали 39 часов. И я завел там трудовую книжку. Именно по трудовой книжке я начал работать с того места. И тут же меня не хотели отпускать в Центр развития детей, творчества и юношества, который находился в другом конце города. И я завел вторую трудовую книжку, и там мне тоже дали 2 ставки. И в итоге 4 ставки. Кто-то скажет, Макс, ну как так? Почти 80 часов. Ну как так? Ну, смотрите, в педагогике есть такое понятие, как академические часы и астрономические часы. Соответственно, 45 минут – это академических часов, это все равно, что час астрономических. И, например, вы замечали, если у вас дети ходят в школу, да, вроде бы 6 уроков закончилось, а они свободны уже без 20 час. А по идее, если по логике, да, мы берем 9, да, с 8 начинаются уроки, да, 9, 10, 11, 12, 13, 14. По идее, должна освободиться в 2 часа. Но так как урок 45 минут, так как некоторые перемены 5 минут и так далее, тем самым получается, можно сократить. И я в час был всегда свободный. У меня были 6 уроков, 6 дней в неделю. Один день у меня были в субботу, если не ошибаюсь, уроков было побольше. И в то же время на второй работе, это Центр развития детей, творчества и юноши, что, блин, кто-то мне опять в попу прижался. Не люблю, как прижимаются в попу. Ладно, я их называю жупанюхи. И у меня начинает все пищать. И я, соответственно, спокойно, да, отрабатывал до часу в школе. Час у меня был на дорогу, потому что я ехал на трамвае с двумя пересадками, чтобы понимали, с Форштата, это школа 24, до кольца единички. Это 240-й квартал. Ну, это жесть просто была, жестьянская. И преодолевал, и там уже работал до победного. Плюс у меня еще там были дополнительные совмещения. С тренировками было еще проще. Например, у меня каждая там тренировка шла 2 часа 15 минут, что, соответственно, закрывалось 3 часа астрономических. По идее, там с 2, например, до 3, 4, 5. До полпятого это я закрывал 3 часа. И с полпятого, к примеру, там до скольки там, до 7 часов вечера я закрывал еще. Еще умудрялся приезжать к 8 часам на другой конец города. Это на железнодорожный вокзал, локомотив. Я еще умудрялся ездить на тренировку по рукопашному бою. Вот такая штуковина. Когда у меня спрашиваешь, как ты все успевал? Ну, потому что, например, одни и те же соревнования проходят у всех. Проходят у всех и одинаково. В определенное время я забирал всех детишек. И тем самым я убивал двух зайцев. Мы одновременно участвовали и школой, и спортивными секциями и так далее. Ну, в общем, ребят, как бы так. Теперь следующий момент. Одновременно я еще поступил заочно в 3 института. Потому что, чтобы поступить в институт, раньше по правилам, если у тебя красный диплом, тебе нужно было один предмет, который самый первый, сдать на отлично. Если ты на отлично предмет сдаешь, то от остальных экзаменов ты освобождаешься. И это было супер, это было классно. Я сдавал первый предмет и сдал его везде на отлично. Поэтому я прошел на три разных факультета. Ну, для себя я оставил факультет кафедры физической культуры и спорта. Это Оренбургский государственный педагогический университет. По одной простой причине. Потому что я себя видел в роли тренера. Я хотел вести тренерскую работу. Я хотел всю жизнь оставаться в спорте. И, в общем, потихонечку я учился. В общем, учился не по ускоренке. По ускоренку нужно было проплачивать. А я выбрал бюджет на основе. Поэтому я учился еще пять лет. Помимо того, что в колледже отучился три года после 11 класса, еще и пять лет пришлось батрачить на институт. В институте, сразу скажу, у меня хороший балл средний. У меня там 4,8. Но у меня в институте нет красного диплома. Хотя все настаивали на красном дипломе. Все от учителя. У меня по плаванию стоит троечка. Надеюсь, если эта преподавательница видит, она поймет, что не нужно путать поведение человека и его знания. Мне поставило тройку. При этом я выступал на соревнованиях за институт, за физкультурный. И уступал только тем людям, которые занимались плаванием. Я показывал офигенный результат. Ну, один прекрасный момент. Мне было скучно. Я увидел учительницу. Очень красивую учительницу. Была офигенная учительница. У нее было потрясающее основание под футболкой. И я понимал, что я буду не я, если я случайно ее не обрызгаю. И случайно я это все не посмотрю. Ну, бывает такое. Ну, как гормоны играли. Что я молодой был, там, 22 года или 23 года. В итоге она на меня обиделась. И мне впендюрило тройку. Из этой тройки мне предлагали, чтобы я пошел исправил тройку. Я имею право два предмета за пять лет исправить. Но я принципиально не пошел. Потому что, блин, я считал, что мне поставили тройку не за знания. Она не я. Мне поставили тройку не заслуженно. Поэтому я говорю, вот здесь справляйте сами. Я не буду. В общем, на принцип пошел. Потому что я понимал, что и дальше учиться не буду. И в итоге даже на меня был заказан красный диплом. Даже там эти все же все. Потом все-таки мне вручили синий. Ну, сейчас, конечно, я жалею. Потому что раньше был такой человек принципов. Ко мне на сраной кобыле не подъедешь. Но реально я раньше мог с братом родным не разговаривать. Мог еще же. Мог лучшему другу руки не подать. Потому что повел себя неэтично. То есть сейчас я уже так говорю. А, ладно. Ну, что, что-то. Каждый же может ошибиться. А раньше я такой был. Ну, такой. Чтобы я шел, исправлял что-либо. Да идите вы все. Вон. А я просто так поставил. Подумаешь там. Ну, поругала бы там еще что-нибудь. А тройку-то даже что ставить? Ну, в общем, это моя такая головная боль. Ну, ничего страшного нет. В общем, учился. Работал я в школе. Сразу говорю. В школе я не просто работал. Еще ночью я танцевал в ночных клубах. Кто-то скажет. Блин, стриптиз танцевал. Нет, ребят, не стриптиз. Я танцевал в коллективе. Нас было 8 человек. Нас было 5. Нас хотел сказать. Было 5 девушек в коллективе. Было 3 парня. Мы танцевали не просто тематические танцы. То есть и танго, и вальс, если надо. Все подряд мы танцевали. Это было шоу. И спокойно мне хватало двух репетиций, чтобы я мог уловить рисунок. И чтобы я мог нормально оттанцевать. Опять же, я вел секцию брэк-данс для детей. И тем самым я пока вел секцию брэк-данс. Я еще репетировал эти вечерние мероприятия. Вечерние, так скажем, потанцульки. Почему я там работал? Потому что я зарабатывал в ночном клубе за 3 дня работы по 3 выхода. Ну, максимум 4 выхода. Это с пятницы на субботу. Суббота на воскресенье. 2 выхода получается. То есть 2 дня по 4 выхода. Я зарабатывал столько, сколько на 2 ставках, работая педагогом. Поэтому ничего там зазорного не видел. Танцевали мы, конечно же, в одежде. Танцевали всевозможные тематические. Да, там были танцы с элементами эротики. Но ничего там страшного нет. Я думаю, блин, ну, как бы люди взрослые понимают, что такое стриптиз. Что такое разврат. Что такое эротический танец и так далее. И, в общем, в таком темпе я держался. В то время у меня был как раз ребенок. И так получилось. И жена, конечно, была. Так получилось, что я, как вам сказать, немножко неправильно расставил приоритеты. Делал акцент на то, чтобы заработать себе на квартиру для семьи и так далее. И в итоге меня семья не видела, потому что я уходил на работу в 7 утра. Потому что мне до работы дорога занимала целый час. И, соответственно, приходил примерно в 10-11 часов вечера. Когда я уходил, дочка еще спала. А когда я приходил, дочка уже спала. Соответственно, если кто-то там скажет про какие-то взаимоотношения, что там в театр сходить или еще что-нибудь с женой, конечно, такого не было. Хотя там жена была молодая, красивая. Она у нас занимала в 98-м годе конкурс Мисс Уорск. Там мы с ней познакомились. А, Мисс Осень, извиняюсь. Мисс Осень. Там мы с ней познакомились. Но, блин, нужно было выбирать. Либо пахать, либо быть прекрасным, хорошим семьянином. По итогу работал я, работал. И в один прекрасный момент потерял семью. Ничего там тоже страшного нет. Но я был против. Но, в общем, жена все-таки бывшая уехала. Сказала, идите в жопу со своей работой и так далее. И в один прекрасный момент я стал понимать, что, наверное, что-то я делаю в этой жизни не так. В общем, и я хотел зарабатывать больше. При этом мне старая гвардия. Есть такие, знаете, сейчас бы кто-то их назвал хейтерами. Это были не хейтеры, это были те люди. Вот, например, представьте себе, я молодой педагог, мне 23 года. Какая-то школа форстатская, где всего лишь девятилетка. Она участвует в соревнованиях среди гимназий, среди всех по спорту. И мы просто берем и всех разрываем. Мы три года подряд занимали первое место. Первое место в городской спартакиаде. Тоже это было очень легко. Так как я хорошо всегда оперировал цифрами. Было 10 видов спорта, по которым проходили мероприятия. Легкая атлетика, осенний кросс. Потом соревнования по футболу, по волейболу, по баскетболу, по плаванию. Потом были соревнования весенние, тоже легкая атлетическая эстафета. Потом были соревнования еще какие-то. Там целая куча было соревнований. И все нормальные педагоги выбирали для себя профилирующие. Например, когда я учился в школе, мы участвовали только в легкой атлетике и в баскетболе. Но при этом было 56 школ, чтобы вы понимали, в Сочи. Ой, в Орске. 56 школ. Если ты занимаешь первое место, ты получаешь единичку. Если ты занимаешь сороковое место, ты получаешь 40 очков. Если ты не участвуешь, ты получаешь 100 очков. И по большому счету, ты можешь пропустить какие-то соревнования, и тебя могут подвинуть на самый-самый низ. Тем самым я просто прикинул, я глянул, ну, не бывает такого, чтобы... Я во всяком случае не видел, чтобы все школы участвовали во всех соревнованиях. И я прекрасно понимал, что, например, мои детишки, девятиклассники, ну, никак не смогут составить конкуренцию тем детям, которые в 11 классе. Потому что, ну, там реально, там в 11 классе это уже мужики, это уже здоровые, сформированные личности. Потому что, когда я был в 11 классе, я уже бился по мужикам. Чтобы вы понимали, я бился по мужикам, мне было 17 лет, я уже бился с ними наравне, по рукопашке. Я понимал, что нужно сделать всего лишь одну простую вещь. Нужно закрыть все виды, все виды, которые есть, все виды, которые есть. И я это, соответственно, взял детей, не просто навязал свое мнение. Я собрал тех лидеров, не те, которые ведомы, а те, которые являются неформальными лидерами. Пускай они там плохо учились, пускай еще что-то, но они лидеры были. Они вели народ за собой, понимаете, там, как такое, собрал Спартака образа, скажем. Вот, в общем, собрал этих ребят. Я говорю, ребят, так, мол, так, наша школа, тот, 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 тот. Я говорю, да, Максим Владимирович, да, мы там никогда нигде не выигрывали, все, не стоит. Я им все это объяснил, показал, взял прямо в классе. Еще директор, помню, забежал. Ну, к чему здесь занимаетесь? Мы там изучили, я говорю, давайте сделаем так, и у нас будет первое место. Конечно, никто в это не верил, говорит, да, нам первое место все равно не дадут и так далее. Я всех смог убедить учеников. В общем, мы занимаем первое место. Первое место. Хотя, чтобы вы понимали, ребят, да, абсурдно. Наивысший результат, наивысший результат в любой из дисциплины у нас было 35 место. Потому что, ну, реально были школы сильные. И мы, школа была девятилетка. У нас было максимум 9, понимаете. Потому что девятиклассник, как бежит 100 метров, и как бежит 11-классник, это небо и земля. То же самое баскетбол, то же самое футбол и так далее. И, в общем, мы занимаем первое место. Тут начинают все учителя там с других школ говорить, что так, мол, так. Вы не честны, потому что вы во всех видах спорта приняли участие и так далее. И нигде вы там ни в одном виде спорта не вышли на первое место и так далее. Ну, в общем, я это все слушал, 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 слушал. Ну, был регламент, и нам отдали этот долбанный кубок. И на второй то же самое. Потом меня стали троллить учителя. Учителя физической культуры, когда проходили, например, те же самые мероприятия, например, по легкой атлетике и так далее, подходили. Макс, ну ты что там нас подставляешь? Тебя ставят пример, что вы там, у тебя понятно, что там, наверное, нету личной жизни. И ты с этими детьми, с этими, вот такое было выражение, с этими детьми везде катаешься и так далее. И нас тоже начинают пихать и все. Я всегда закрывал два вида, вот баскетбол и легкой атлетики. Остальное мне нафиг не нужно, ты понимаешь, там везде подстава, везде то, везде это. А ты там берешь, тебе что, больше всех надо? Ты понимаешь, тебе там 23 года, нам по 50, ты нас подставляешь. И так каждый раз мне говорили, я дослушал, я с ними не ругался, я говорю, да, ребят, ну как бы так получилось. Дети хотят участвовать, я говорю, ну не то, что я хочу, я говорю, детишки хотят участвовать, я не могу ему в этом отказать. Ну ничего в этом плохого нет. И в общем мы рвали. При этом мне обещали, что если моя школа займет первое место в Спартакиаде, мне автоматически дается первая категория. Потому что мы лидеры, потому что я вывел команду лидеров среди 50-60 школ, это большой результат, это наивысший результат. В итоге мне не дали, потому что сказали, что там у меня нет высшего образования, а то, что я был на втором курсе, это не считается. И в общем не дали. Потом предложили мне поучаствовать в Учителе Года, если ты выиграешь этот конкурс, тебе автоматом первая категория, если ты выиграешь область, то тебе автоматически высшая категория. И я выиграл и там, и там, при этом они ссылались, что у меня нету 3 года педагогического стажа, поэтому иди в жопу. Ну по-русски говорят. И мне было так обидно, потому что Учитель Года я вообще разорвал всех. Ну потом мне предложили сделать какую-то научную работу, и если эта научная работа займет первое место по Оренбургской области, мне дадут высшую категорию. Я взял с энтузиазмом, специально подобрал грамотно, чтобы у меня дипломная работа пересекалась вот с этой научной работой, которую я буду презентовать среди учителей, учителей в конкурсе. Я убил двух зайцев, соответственно, я написал дипломную работу сам, своими силами. И в то же время я, конечно же, спокойно, я умею защищаться. И я спокойно защитил и занял первое место. У меня до сих пор моя работа находится в научно-методическом центре в городе Орске. Как пример, как нужно писать, что нужно писать. И я это делал все сам. В то время мы снимали на фотоаппарат, делали фотографии с разрешением 640 на 480 пикселей. Это был просто трэш, ребят. Но мы это сделали с моими учениками. Конечно, это не только моя заслуга, но и заслуга моих учеников. Мы делали офигенную программу. И да, она заняла первое место на области. Но мне не дали, сказали, что мне засчитывается только теоретическая часть. На практику уже приходили те же самые, например, эксперты, которым было по 60 лет, которые в свою высшую категорию заработали в 50 лет, в 45 лет и так далее. И они приходили меня оценивать. Притом приходили со школы конкурентов, чтобы вы понимали, со школы, которые проиграли моим детям, и они приходили меня оценивать. Конечно же, они там находили множество вариантов. Это не так, а это слишком большая нагрузка. Там смотрели пульс. У вас, говорят, школьники выполняют такую работу, которую не выполняют наши дети на тренировках. Но я им задавал вопрос, может быть, это и есть, говорю, поэтому результат. После того, как кто-то меня смотрит из педагогов, они понимают, что когда ты сдал теорию, когда ты сдал практику, есть такое понятие, как защита. Тебя вызывает научно-методический центр, есть представитель с администрацией, это начальник управления образования, целая куча педагогов, которые делают вид, что они что-то знают, что соображают. И, по идее, тот, кто тебя курирует, человек, который тебя продвигает, он должен тебя защищать, ты молчишь в тряпочку, и только да-да-да-да-да-да. Ну, так как мне два раза попадался тот человек, который меня просто не переваривал из-за моего результата, ну, была ревность и так далее, она, как бы, мягко говоря, отказывалась. На что я сказал, ребят, меня не нужно представлять, я сам себя представлю. Я приходил, да, в спортивном костюме, выходил, спокойно рассказывал, показывал, хотя мне ставили очень низкие баллы, максимум два в аттестационном листе, а единицы так себе, ноль, это плохо. Очень много ставили нолик, единичек, потому что ссылались на то, что слишком большая нагрузка для детей, что дети у меня там уходят с тренировки, вымытые в хлам, как будто, ой, уматанные в хлам. Ну, в общем, меня этого не пугало, потому что я понимаю, что физическая культура это не должен быть не какой-то там кружок, где там просто дети там немножко... Есть программа определенная, я работал по программе. Если дети должны подтягиваться в девятом классе 15 раз, значит, он должен подтягиваться 15 раз, и без разницы. Он больной, косой, хромой и так далее. Я добивался этого результата. Я судил всегда не по первому, а по последнему. Ну, как в армии было. Ну, а куда деваться? Ну, я работал, я выбрал этот путь, я должен был. Соответственно, меня начали заваливать всевозможными вопросами теоретическими, а теорию я знал офигенно, ребят. Теорию я знал просто, и сейчас знаю очень хорошо. И я на все эти вопросы спокойно отвечал, не напрягаясь. Эти 20 человек по очереди мне там задавали какие-то тупые вопросы, там, особенности по физиологии, по всему. И я на все это отвечал. С одной стороны, уже замначальника управления образования, не помню, как зовут, такая седая женщина, она до сих пор работает в администрации Орска, не выдержала, говорит, скажите, пожалуйста, коллеги, кто из вас может ответить на все вопросы, которые ответил он? Говорит, встаньте, пожалуйста, мне просто хочется посмотреть такого человека. Кто, говорит, может ответить на все эти вопросы? Конечно же, ребят, никто не встал, само собой разумеется. Ну, кто там может, там, я говорю, там были такие вопросы, такие и так далее. Ну, просто жесть. И самое интересное, что некоторые учителя даже, там, путали цитаты, то есть, кто меня их поправлял. Раньше не было интернета, не было гугла, что можно было загуглить и так далее. Ну, в общем, я еще умудрялся там немножко поддевать. Ну, троллить мог тоже. Меня троллили, я тоже мог троллить. В общем, не дали мне эту высшую категорию. Сразу говорю, по итогу, не дали мне высшую категорию. И я понял, что я не хочу бороться с ветряными мельницами. Я не хочу этого. И мне ничего не оставалось, как поднять, кто-то сказать, руку вверх. Нет, ну, не руку вверх. Палец вверх, сказать, идите вы все туда. И я уволился. Хотя, может быть, это я сделал неправильный шаг. Не знаю, время покажет. И я увольняюсь и иду в компанию работать на Уральскую сталь. И была такая классная компания, завод, все. Иду я в охранники, получаю удостоверение охранника. Работая в Уральском страже, я за три месяца своей работы, я там раскрыл целую кучу преступлений и так далее. Потом я понял, что эти раскрытые преступления, они никому не нужны. Потому что все друг друга прикрывают, и рыбка гненет с головы. Все, которое воровство есть, это уже все согласовано на верхнем уровне. И мне просто нет смысла там биться. Я за это время поучаствовал в девяти соревнованиях за три месяца, чтобы понимали. И плавал, и бегал, и принимал обкатку, и что только я не делал. Ну, обкатку-то, значит, когда приходят охранники, работать личным охранником, они должны были пройти через меня. Они должны были меня победить. Если они побеждают меня, то, значит, они проходят. Ну, как бы, ну, такие спарринги были, все, типа, как в ОМОНе. Это все делал. Но в один-другой момент я стал понимать, что я за эти три месяца стал жестко тупеть. Я просто реально стал деградировать. И у меня там была хорошая зарплата, ну, реально была хорошая зарплата. Чтобы вы понимали, я там зарабатывал столько, сколько я зарабатывал с четырех ставок, работая педагогом. Ну, работал я день в ночь, отцепной в выходной. Ну, график был шоколадный, зарплата была хорошая, все. И я все-таки уволился, меня не хотели отпускать, и все равно я уволился. До сих пор грамоты находятся в комнате развода. Такой развод, это где там даются задания, где проходят планерки, так скажем. И я устроился в компанию Евросеть. В компанию Евросеть то же самое, что я могу сказать. Устроиться было не так легко раньше Евросеть. Нужно было сначала поехать в Оренбургск, Сорска. Это, опять же, зона комфорта. Нужно было приехать, там было таких гаврика, как я, человек 50. Нужно было пройти собеседованием. Соответственно, после собеседования тебе давали направление на обучение в Самару. И в Самаре ты уже должен был тоже там пройти определенное обучение. Но это тоже та еще история, хотя давайте мелко вам расскажу. Пришел на собеседование с другом, нужно было продать, как всегда, опять как-нибудь прижимается. Нужно было продать ручку, ну, как это все принято, да, ручку. Я сказал, я ручку продавать не буду. У меня там футболка, рукопашный бой, там понтов выше крыши и так далее. И я говорю, дайте мне какое-нибудь задание посложнее, говорю, ну, это просто бред, говорю. Я говорю, это очень легкое, уже все знают, как это все продавать. Ну, и там принимала у нас девочка такая казашка. Вот, знаете, у меня ЧСВ высокая, а там вот как моих 10 ЧСВ. Такая вся, блин, в понтах там. Не знаю, там такое ощущение, как будто вот клип Тимати, вот понты он писал именно по этой девушке. Ну, так, говорит, ну, давай сделаем так, говорит. Вот видишь, у нас красивые девушки, все незамужние, говорит. Вот если у той девочки в самом экране сможешь, говорит, взять номер телефона ее в течение двух минут, то, соответственно, ты проходишь. А если за две минуты ты не сможешь добиться ее расположения, ну, надо расположиться себе, чтобы она дала тебе свой номер телефона, то, значит, ты вылетаешь. И второго шанса не будет, потому что у нас тоже, там у них уже была какая-то система, что-то и так далее. Второй шанс не давали. Если ты Евросейский первый раз не прошел, то второй раз не проходишь. На что я так возмутился, я говорю, я же был, ну, не знаю, там, секси бой. Ну, у меня же ЧСВ высокая. Я говорю, блин, говорю, за две минуты мы на подоконнике займемся любовью. Какой телефон? В общем, она сказала, что я прохожу сразу, как бы не пришлось ничем заниматься, сразу, говорит, через постель ничего, просто так сказал, может пошутил, а может не пошутил. В общем, я прохожу и еду в Тольятти, в Тольятти, ой, в Тольятти, в Самару. В Самару мы приезжаем, на поезде опаздываем, потому что поезд был неудобный. И в первую очередь после поезда, как вы думаете, куда бежим? Все верно, в туалет. В туалет мы спускаемся, а там получается один тамбур, и налево две девочки, направо мальчики. Ну, так вот получается. И в тамбуре стоят три девушки, красивые, прям офигенно красивые. И стоят и курят. А я, блин, в футболке, в рукопашный бой, с обритовыми рукавами. Если получится, я вставлю этот видеоролик, ну, такой, как я ходил там, такой. Я говорю, да-ц. Я говорю, какие красивые девушки, и они здесь нравятся, и я должен дышать. Ну, такой тоже решил поиграть на публику, как это всегда я любил. Ну, в общем-то, я говорю, ты кто такой? Я говорю, мы там в Сорско, да-да-да-да, приехали к вам в гости. Ну, такой, типа в Самару. И тут мы поднимаемся наверх с Костей, и такое впиралово. Эти три девушки, оказывается, бизнес-тренера, блинские. Они говорят, все, вы, говорит, вдвоем, не пройдете, все, говорит. Вы знаете почему? Мы расстроились, потому что приехали, деньги потратили. Тут из-за моего языка опять такого болтливого. Ну, и тут какой-то там конкурс на лидерские качества. Я в этом конкурсе участвую, занимаю первое место. Оказывается, первое место автоматически проходишь в следующий круг ада. И, в общем, я во всех кругах ада, это было три штуки, в течение недели я стал лидером. И меня просто не могли не взять. Вышел на точку Евросеть, сразу же с первого дня показал наивысший результат. Сразу же, мой друг Косик, кстати, тоже показал наивысший результат на другой точке. Ну, при этом я наивысший результат стал показывать и на следующий день. И за это я получал 230 рублей за то, что я стажер, за то, что я всем там были все заявлены на продажах, за то, что я для всех остальных, кто у меня в команде работал, с кем я в команде работал, они в это время получали по 3000 рублей за день, чтобы вы понимали. 3000 – это офигенно. И Косте не нравилось, что благодаря его продажам другие должны обогащаться. И он говорит, пока я не сдамся на продавца, а когда ты сдаешься на продавца, ты уже начинаешь получать процент от общих продаж. Не прижимайся ко мне. Когда ты сдаешься на продавца, соответственно, ты начинаешь уже там с общего котла получать процент. Была тупая система, конечно, да, работало, например, 10 человек, один продал на 200 тысяч, другой продал на 1000. Но зарплатный фонд делился на всех, то, что я продал, маржинальный товар, не маржинальный товар, и все получали одинаковое. По итогу зарплата была самая большая, это у того человека, у которого больше было рабочих дней. Ну, бред был, конечно. Но меня это устраивало все равно, потому что я зарабатывал 30 тысяч рублей, 35 тысяч рублей. Я считаю, что это была хорошая зарплата, 2006 год. Ну, нормально. Я считал, что для Орска зарплата офигенная. Соответственно, у нас был еще такой молитвенник, мы его называли. Это лучший продавец, который висел. И вот сколько я не работал, я всегда висел как лучший продавец, получается, лучший продавец по Волжье. Но висел я, как так скажем, когда начали считать, именно по количеству товарной выручки. Потому что одно время считали по количеству, сколько ты заработал. Были, конечно, директора магазинов, которые зарабатывали больше, потому что 20% им капало. И в этот момент еще, когда я работал для того, чтобы можно было зарабатывать в Евросети, нужно было еще заниматься для души чем-нибудь. И тем самым, что я показывал офигенный результат, я работал всегда не до 9 часов вечера, а до 7. И в 7 часов я шел на тренировку, еще сам тренировался и тренировал своих детишек, 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 еще раз детишек. И тем самым, получается, тоже вторая работа была больше для души, потому что основной заработок был в Евросети. Вот, ребят, как бы так. Плюс еще Евросети, помимо всего, у меня всегда была такая мотивация в том плане, что были конкурсы. Кто, например, продаст больше телефонов Samsung, кто продаст больше аксессуаров. И были у нас такие премии в виде, точнее, сейчас кто-то скажет, подарки. Нет, не подарки, это премии. Что подарок, это когда тебе пришли, просто подарили. А другое дело, когда ты выполнил определенные нормативы, и тебе за это дали что-то. Вот это премия. И премия, я работаю в Евросети в 2007 году, был премирован автомобилем Skoda Fabia. За два месяца я показал наилучший результат. Тут же еще была акция по LG-телефонам. Я выиграл поездку на Formula 1 в Шанхай. Я слетал на Formula 1, не хотел лететь, потому что была еще одна акция. И там тоже у меня висела на кону машина Skoda Fabia стоимостью 370 тысяч рублей. Но даже в то время я съездил на 10 дней, дал 10 дней всем фору. Акция шла всего лишь 60 дней. Приехал и выиграл вторую машину. Первую машину мне привезли прямо в Ворск. Вторую машину привезли в Самару. Я Самару ее забирал. Третью мне уже за машину отдали деньгами. Перевели на карту с учетом минуса налога, перевели мне 300 тысяч рублей. Четвертая была такая большая акция, полгода нашла. Я помню, полгода я работал, можно сказать, почти без выходных. Потом все-таки в регламент внесли, что один выходной должен быть. Я, короче, работал очень жестко. И за полгода я выиграл машину стоимостью 750 тысяч рублей. Тоже мне отдали за нее деньгами. Потом была еще одна акция по Самсунгу. Я тоже выиграл ее. Это тоже 750 тысяч рублей. Ну и так тоже там всякие разные телевизоры, еще что-нибудь. По итогу я за 6 лет выиграл 6 машин. Было премьеровано с шестью автомобилями. Из них две машины, которые у меня, они передались в Нантуру, да, на которые одну из них я ездил, одну из них я подарил отцу, а другие мне были отданы деньгами. Притом у нас с этих денег был оплачен налог компании. В общем, все было чисто, прозрачно. И меня это устраивало. Я больше работал не из-за зарплаты, хотя и зарплата была достойная там, ну, 100 тысяч рублей. Ну, в общем так. Потом у нас Чичеваркин продал нашу компанию. Стал у нас Малис. При Малисе у нас стало чуть хуже. И поработав два года, примались, особо никаких, уже не было таких мотивационных акций каких-то. Я с большим удовольствием уволился. Притом уволился, знаете, как я уволился с Евросети. Меня друг вербанул в компанию Такси Гос, сначала менеджером. Просто мне там было уже скучно в Евросети. Но я там себя просто изжил. И при этом все думали, что я не уволюсь, потому что я был легендой для всей Евросети. Потому что человек в Орске, находясь в городе, где 250 тысяч человек, делал товарную выручку больше, чем москвичи, больше, чем Санкт-Петербург, больше, чем любой другой город России. Больше, чем Краснодар, больше, чем Сочи. И тем самым мне подписали неоплачиваемый отпуск на тот случай, что если, например, я захочу вернуться через 2 месяца, через 3 месяца, через 4 месяца. И, в общем, год я пробыл неоплачиваемый отпуск и был только уволен с Евросети через год, чтобы поймать, через год у меня все вторые книжки записаны, хотя я этот год не работал. Тем самым я проработал в компании Такси Гост. И в Такси Гост, когда я пришел, я понимал, что мне не хватает знаний именно качества руководителя, именно не хватает знаний по маркетингу, я не знал, как создавать контент, чтобы тебе контент отшел. И, в свою очередь, я пошел дальше учиться. Я учился в Москве, в Санкт-Петербурге, в Оренбурге, очень много в себя вложил. И, тем самым, получил еще одно образование, это уже управление организацией. И, в свою очередь, эти знания и сейчас мне помогают очень сильно. Проработал в Такси Гост, не помню, сколько, тоже дошел до генерального директора спокойно. И был директором по продажам, и старшим менеджером, и директором по производству, и административным директором, и директором по развитию. В общем, много кем был, понял, что генеральным директором это не мое, мне не нравится эта тупая, рутинная работа. И я понимаю, что, в общем, в один прекрасный момент, как это всегда и принято, так получилось, что есть учредитель, есть исполнительный директор, либо генеральный директор, как его называют. И получилось такое тоже, очень много пошло хейта, начали друзья учредителя ему там все напевать, потому что ассоциация, компания была уже со мной, потому что я везде был, везде был на слуху, на виду. Очень много всевозможных грамот, очень много всевозможных благодарностей и так далее. И они там начали ему напевать, что там я там хочу, что там его подсадить, там, не знаю, там, ну, не знаю, это какой-то бред какой-то. И на этом фоне у нас на собрание стали немножко терки, да, там он всегда приговаривал, я решаю последнее слово за мной и тому подобное. И решено было расстаться. Ну, я уволился, все, мы расстались. После этого я пошел работать бизнес-тренером, да, да, именно бизнес-тренером. И проработав бизнес-тренером, понимал, что это немножко не то, что я хотел бы, немножко не те были деньги, потому что я помню, тренинг там на 500 человек я проводил за 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей, вот, поэтому очень много энергии отдавал, в общем, жесть это была. Потом я на спор с друзьями пошел работать в одной из мебельных фабрик, именно она была убыточная, чтобы ее можно было поднять. Я пошел, поднимал, ну, как бы ворски не хотели платить. Вроде бы сначала, когда ты устраиваешься на работу, тебе обещают одно, а потом по факту получается абсолютно другое. Там то одно, то другое. До сих пор мне Захаров должен деньги, надо мне, наверное, смс сейчас написать. Дело принципа, конечно, эти деньги для меня сейчас несущественно такие важны, там, 38 тысяч. Ну, я считаю, что если раз должен, должен отдать, ну, в любом случае. Как бы, потому что я для его компании сделал очень много хорошего, много сделал невозможного. Это в том рассаднике, где там бухгалтер не хотел все, переходить на ЦРМ-систему, где до сих пор работала на счетах и так далее. Там, где продавцов, просто продавцы работали на окладах, никак не были привязаны к процентам. В общем, придятельно. Я там поменял им все, всю систему оплаты, все их просчитал, каждому прописал, должностные обязанности, вот это все сделал. В общем, я считаю, что я очень много сделал для данной организации, но данной организации мне до сих пор должны деньги. И после этого, в один прекрасный момент, мне позвонили с компанией Евросеть, ой, пусть с Евросеть, блин. Мне позвонили с компанией Элитной Сочи, где-то нашли мое резюме, ну и предложили работу. У меня не было цели переехать. Да, у меня была там определенная зарплата, был определенный доход. И если не хватало денег, я мог выйти там, подработать там в такси, еще что-нибудь. Даже мне было работать такси по приколу, потому что это новые знакомства, это еще, ну, реально было прикольно. И на этом фоне, как бы, у меня прошло собеседование, и обозначили срок, две недели ты можешь переехать, точнее, должен переехать. И тут, конечно, было очень сложно, как бы, потому что я в Орске находился в своей зоне комфорта. И я понимал, что в Орске зарплату больше, чем 150 тысяч рублей я нигде не буду получать, нигде не буду зарабатывать. И было очень тяжело решиться. И я, получается, приехал все-таки в Сочи. Я уже много чего рассказывал, как это произошло, с чем столкнулся. Ну, и, соответственно, начал работать здесь, в Елтро. А к чему этот видеоролик кто-то скажет? Нахера ты нам это все рассказал, да, кто-то скажет? Нахрена? В чем суть-то? Ребят, суть в том, что по поводу работы, мы вернемся, да, вот, все это можно было сказать в двух словах. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. За свою сознательную жизнь я много раз работал не по профессии. Я работал по профессии. Я много раз менял специализацию. Я очень много через себя прогнал должностей. Я был и продавцом Евросети. Я был и охранником. Я был и учителем. Я был учителем физической культуры. Я преподавал дополнительно в педагогическом колледже. Я читал лекции студентам, на каких-то там делали какие-то защиты. Я занимался в детстве каратэ, занимался рукопашным боем, занимался кикбоксингом. Играл в баскетбол, играл в лапту. Я бегал, я прыгал, где-то там, чего только не перепробовал. Я не засыксливался на одном виде спорта. Я каждый раз для себя что-то там ходил в зону комфорта. Когда с каратэ ты учишь одно, потом ты выберешься и переходишь в другую абсолютно область, где все по-другому, где там появляются бороздки, где появляются болевые приемы, чего в карате не было. И ты реально выбивался из зоны комфорта. И по итогу, что я могу сказать. По итогу то же самое происходило и с работой. Очень тяжело сносить новое место, например, как Евросети. Я там зарабатывал свою соточку, нормально, даже при Малисе, даже не только не при Чичеварке, не при Малисе, я зарабатывал. Были личные продажи. Я офигенно показывал результат. Там был премьирован очень много там. Жил, в принципе, нормально, жил в небедном. Построил там себе дом, потом дом продал. Понял, что дом – это днище просто. И по большому счету, я всегда себя в чем-то искал, я всегда экспериментировал. И мне ничего не мешало поменять свою специальность. И мне ничего не мешало, когда там приезжала бабушка и спрашивала там, а где ты работаешь? Я говорю, а я работаю в Евросети. А кем? Я говорю, продавцом. Как же так? До чего докатилась жизнь? Ты там с высшим образованием, то-то-то-то-то, с красным дипломом, работаешь продавцом. Вот у нас там то-то-то-то. Потом, когда ты берешь, говоришь, бабушка, ну это же мой дом. Вы там ни копейки туда не помогли. Это вот я работаю, ну как бы передвигаюсь на Мазице X5. Я там то, я там это. Как бы, ну, я лучше буду работать продавцом и передвигаться на таком автомобиле, чем я буду, непонятно кем, непонятно как. Сейчас, секундочку. Мы посмотрим, что там у нас. Мы должны сейчас понять, куда нам ехать, ребят. Съезд, поверните направо. Да, вовремя. Через 300 метров. Ну и к чему я говорю. У каждого из вас, да, есть профессия. У некоторых там столевар, у некоторых сварщик, у некоторых юрист, у некоторых еще кто-нибудь. Ну, разные есть. Ну, учиться никогда не поздно. Если, например, мне приспичит получить какое-нибудь образование, ну, не переживайте, я получу. Три раза я получал образование. И до сих пор самообразовываюсь. Несколько раз я менял свои профессии. Не было такого, что я всю жизнь проработал на одной и той же профессии, на одной и той же работе и так далее. И я прекрасно понимаю, что любая профессия – это жесткий выход из зоны комфорта. Я прекрасно понимаю, что это все тяжело. Ну, понимаете, только тогда, когда ты выполняешь, например, то, что тебе тяжело, то, что тебе некомфортно, ты тогда только развиваешься. Ну, реально. Например, даже вот взять упражнения. Я всегда делаю те упражнения, которыми некомфортно. Например, комфортно, когда ты делаешь ноги, ну, взять, сесть на статанок и делать там разгибание, сгибание. А вот некомфортно взять гантели там по 25 килограмм, по 22 килограмма и пойти делать выпады, потому что это просто жесть. Понимаете? Но я делаю именно то, что жесть, то, что мне некомфортно. Потому что от того, что некомфортно, именно и достигается должного результата. Понимаете? Вот именно так. То же самое с работой. Я пошел, да, я как бы для себя там освоил профессию. Да, я здесь сидел и обучился. Как в свое время там папа учил мне делать стульчики. Как в свое время в Евросети обучали нас на тренингах, как продавать и так далее. Каждый раз там обучали, увозили, жесткие тренинги были и так далее. То же самое в компанию. Я пришел, мне в компании дали там определенные знания. И дальше я уже тоже развиваюсь, развиваюсь, еще раз развиваюсь. К чему я это все говорю? К тому, что, ну, как бы, я не видел еще ни одного человека, который бы там отучился на юриста и всю жизнь проработал юристом и добился прям наивысшего результата. Каждый из этих людей проходил ту или иную стадию. Каждый себя пробовал в той или иной сфере. Поэтому, ребят, то, что в Сочи нет работы. В Сочи есть работа. Может быть, работы нет с Толиваром. Я согласен. Может быть, работы нет с Медалургом. Я тоже с вами согласен. Но есть другие специальности. И эти любые специальности можно освоить. Я приводил к примеру моего друга Михаила Куленко, который работает в Орске, сейчас руководителем отдела Билайн. Он работал после института с высшим образованием, инженерным образованием. Он работал в Евросети и зарабатывал хорошие деньги. Потом в один прекрасный момент с Евросети уволился и пошел работать на завод. Типа он начальником по технике безопасности. И при этом в Евросети заработал 60 тысяч рублей, а там стал зарабатывать 25 тысяч рублей. Денег не хватало. Выходил вечером, таксовал. Но ему хотелось, чтобы ребенок в детском саду говорил, вот мой папа работает начальником в энергосетях и так далее. Так он продержался два года. Потом взял все-таки, уволился и устроился руководителем подразделения в Билайне и так далее. В этом году он приезжал ко мне в гости. И в этом году он был премьирован автомобилем от Билайна. Шкода Октавия. Кстати, если кто хочет купить Шкоду Октавию со скидкой, звоните. Я дам его контакт, номер телефона, и вы сможете купить машину дешевле. Машина беспробежная, без ничего, просто стоит. И мы ее торжественно вручили. При этом, говорю, он не побрезговал, он как бы прошел все. Он был и таксистом, он был и продавцом в Евросети, был и руководителем, был и директором и так далее. И сейчас, если не ошибаюсь, на следующий год он хочет приехать в Сочи и будет работать риелтором. Сейчас он занимается тем, что изучает видеоролики, изучает объекты, изучает те или иные подъездные пути. И просто так ерундой не страдает. Хотя он сейчас находится в зоне комфорта, у него хорошая зарплата, у него хорошие премиальные. Но он прекрасно понимает, что хорошая зарплата, наверное, для Орска. Но если мы берем в целом, то зарплата не такая хорошая, как хотелось бы. Отсюда мы делаем выводы. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. И я с многими из вас соглашусь, зачем выходить из зоны комфорта, когда и так комфортно. Согласен с вами. Но комфортно-то это в своем узком кругу. Комфортно, когда доход около 20 миллионов рублей капает. Да, комфортно. Когда работаете за 30 тысяч рублей, за 25 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей, за 50 даже тысяч рублей. Работая, даже зарабатывая 50 тысяч рублей. Или как я работал директором такси ГОСТ, генеральным директором. Зарабатывал 150 тысяч рублей. Все равно ни про какую квартиру, ни про какую машину даже и разговоров не может быть. Если бы не премии Евросети, то я бы себе вряд ли смог купить дом, точнее дом построить. Я все деньги, которые были с продажи автомобилей, которые я забрал, я просто-напросто все это вложил в дом. О чем я сейчас жалею? Нужно было брать все-таки квартиру. Ну, как бы так, ребят. Поэтому, поэтому думайте, решайте сами. Ну, и по поводу того, что нет работы. Может быть, нет вашей специальности, а работа есть. В Сочи самая большая проблема – это кадров. В нашей компании 150 риелторов, ни одного местного. Ну, есть такие местные, как я, которые там в Сочи живут 3-4 года, но это не местные. Мы все равно, как ни крутим, мы приезжие. Приезжие, 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 которые на приехали, на расставались. Местные предпочитают не работать, они предпочитают иногда тракцануть, наверное, чтобы заработали сигареты на пиво, сесть играть на арды и так далее. Особо их сильно не заставишь. И все, кто переехал в Сочи, прекрасно понимают. Но благодаря этому у меня есть работа и благодаря этому у меня есть заработок. Если бы все местные упахивались, как я, то была бы такая жесткая конкуренция. Замучился бы я, не знаю, с ними соревноваться, замучился бы догонять. А так, в принципе, я работаю образно без боя. А теперь, ребят, всем вам хорошего настроения. Приехали мы снимать бюджетные объекты для вас. Всем пока!